Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами хочу обсудить такой вопрос, как стоит ли инвестировать в такую компанию, как Avalon Technologies. Avalon Technologies это интернет-проект, который, как они сами заявляют, обеспечивает доходность гарантированную. Причем у них, как и у большинства компаний, которые реально совершают скамы, то есть обрушаются, они что делают? Они объявляют доходность, причем гарантированную, извините, 46% гарантированных. Давайте будем честными. Если бы они могли дать такую доходность, ну зачем вам привлекать деньги других людей? Они бы взяли кредит в банке, да и все, они значительно быстрее бы гарантированно увеличили. Они вам гарантируют на самом деле 46% годовых. Я считаю, что высок риск, что здесь мы сможем обрушить, ну то есть реально мы можем получить скам, то есть потом не вывод денег. Я не могу сказать, что это произойдет. Я не могу гарантировать, что это действительно какая-то контора нечистая на руку, но то, какие признаки у нее есть, они вызывают мне больше действительно пирамиду, чем компанию. Ну если мы будем честными разбирать, давайте рассмотрим данную компанию. Кстати, насчет рисков, присутствует речь о том, что это риск не просто оправдан, а сведений он целен на мы, на ваш бизнес. То есть они заявляют то, что риски практически минимальные, то что у них реально работают квалифицированные, сверхквалифицированные, то есть люди. Но все-таки риск есть, и я считаю, он не такой минимальный, как это есть, как они заявляют. Что также у них стоит? У них сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты в банковские реквизиты? Вот то-то же. Не реквизиты, а депозиты. Я не говорю о том, что надо на самом деле банковские рассматривать, но давайте будем честными, есть лицензии у компании. У данной компании, что они предлагают? Кто-нибудь смотрел на их сайте? Ну вы посмотрите, они показывают ННН, ННН это есть у любой компании. Компания зарегистрирована в 2018 году. Да, какое-то время существует. Хорошо, спасибо. Но у меня один вопрос. А почему сертификат у данной компании на английском языке 2014 года? Почему мы регистрируемся в офшорных зонах? Это же всегда возникает Огроин, да? Ну понятно, что Огроин есть. Но Огроин и ННН это всего лишь означает о том, что есть данная компания есть регистрация. Но если вы финансовая компания, инвестиционная компания, вы крутая, правильная компания, вы молодцы, золотая компания, а где ваша лицензия ЦБ, ребята, слабо получить? А почему слабо получить? Потому что что-то не так. Все официалы крупной компании, которые работают у нас, они получают лицензию ЦБ. Давайте возьмем интерактив брокерс, который не имеет лицензии. Ну так эта компания зарегистрирована действительно в регуляторах США. Она имеет лицензии. Пускай эта компания покажет любого крупного регулятора, с которым она сотрудничает, а не абы так. То есть давайте честными, я могу открыть любую фирму, назвать ООО «Ромашка» и сказать ООО «Ромашка инвеста» трейд супер-пупер сто процентов в месяц. Вы будете вкладывать в меня деньги. Ну короче, я не стал бы связываться с этой компанией. Единственная фишка, смотрите, если вы достаточно грамотные люди, вы понимаете, что делаете. расскажу один единственный вариант. Как можно здесь всё-таки себя обезопасить. Заведите вы на допустим тариф 7 дней. Заведите вы там, как они пишут, от 100 рублей. То есть заведите вы 2000 рублей, ну или 20000 рублей. Те деньги, которые вы готовы потерять за 20000, за 7 дней, с 20000 рублей вы заработаете, как они пишут, 1900 рублей. Отлично, 20000 вы после этого выводите. Остаёте свои 1900 рублей. 1900 остаётся у вас. Пожалуйста, вы уже вышли в безубыток. Самое главное не забывайте, вы вышли в безубыток. Дальше вы ставите на 28 дней. Пожалуйста, у вас будет 876 рублей уже чистого дохода. То есть я бы не стал заводить большие деньги туда сразу, потому что есть действительно достаточно большие риски о том, что они вам не сделают вывод средств. Да, я видел комментарии о том, что спасибо, там стабильные выплаты, вы там такие классные. Но это мы же видим отзывы на их официальном сайте. Вы посмотрите в интернете отзывы. Я уверен, что вы найдёте также достаточно много негативных отзывов. Феника недавно пролетела, да, они создали Френдекс. Но не бывает лёгких денег, не бывает. Вы должны всё равно анализировать. То есть если вы готовы анализировать, готовы там потерять свои 100 тысяч рублей, какие-то, которые вам нахрен не нужны, ну пожалуйста, вкладывайте. Если вы готовы потерять 500 тысяч рублей, пожалуйста, если вы готовы от десятки избавиться, вот просто давайте так, вы туда вкладёте деньги, от которых вам нахрен не нужны. То есть если они прогорят, вы к компании претензий не будете иметь. И почему не будете иметь? Да потому что на самом деле компания не имеет ни лицензии ЦБ, хотя у неё есть хотя бы регистрация у нас. Это уже есть, это уже на самом деле хорошо. Если вы нажмёте регистрацию, давайте посмотрим условия Avalon Technologies использования сервиса. Право на создание клиентского соглашения апреля 2020 года. Что она нам предоставляет? Права и обязанности равной степени. Клиент обязан соблюдать установленные правила. Клиент обязан. Права и обязанности Avalon. В случае влияния выявления со стороны клиента попытки взлома аккаунтов. Короче, они вас ещё могут обвинить во взломах аккаунта. И за это тоже, как говорится, распространение может повлечь с собой блокировку. Если вы где-то что-то про неё наговорили, порочишься её и честь, вам тоже могут просто так заблокировать. То есть не относящиеся рода между клиентом. Конфликтные испорные ситуации, не относящиеся к пункту 4.5 любого рода между клиентом и администрацией проекта должны решаться только путём переговоров с заключением впоследствии взаимовыгодного соглашения. А ничего, что вообще-то мы находимся на территории Российской Федерации и все конфликтные ситуации и спорные ситуации решаются в рамках правового. А правовое право это у нас суд. То есть, то, что они пишут, это же на самом деле полный... То есть, договор какой-то у них даже кривой, я вам честно скажу. То есть, просто договор, который, ну, я не понимаю. То есть, тут не написано никакой с их стороны ответственности. Ничего они из этого не пишут. То есть, они от всех ответственности отстранились по факту. Вы почитайте договор, просто ознакомьтесь хотя бы с договором и вы поймёте, нравится вам такой договор или нет. Где там их ответственность? Опять же, они в игровой проект BIM там инвестируют, игровой проект Treasure Hunters, Win-Win, то есть, они вообще даже малоизвестные компании используют. То есть, они проект, который там чуть ли не на IPO обещают вывести. Ну, честно, я вам скажу, проходили мы данные проекты, проходили мы уже неоднократно. ММСИС была компанией, правда, она под Форекс-косила, то есть, я уже лично терял деньги в таких компаниях, но правда, я делал, как я вам рассказал, заводил маленькую сумму, выводил с тела депозита, а потом уже, как говорится, то, что там осталось, да мне без разницы, потому что я в безубыток выходил. Так что, если что, прежде всего, включайте голову, выходите в безубыток, но по-хорошему опасайтесь, опасайтесь, проверяйте их, допрашивайте их, расспрашивайте, они должны перед вами танцевать, а не вы перед ними. Если они вас начинают посылать, если они начинают вам реально грубить во время переговоров по телефону, ещё что-то, учтите, что это Шарашкина контора, то есть, ну ни одна уважающаяся контора не позволит хамить клиенту, грубить клиенту, то есть, они, как правило, должны вас, ну, то есть, спросите у них, почему они не зарегистрированы в ЦБ, почему у них нет лицензии в ЦБ, это финансовая компания, она инвестиционная, где лицензия в ЦБ, спросите у них, то есть, я её не увидел, они на сайте не показывают, можете даже пробить данную компанию на сайте ЦБ и посмотреть, нет ли данной компании по ИНН, ну, кстати, ИНН они предоставляют, нет ли данной компании в, соответственно, среди тех компаний, которые заявлены в рисковой зоне, и заметьте то, что, скорее всего, деньги вы посмотрите, потом, куда вы переводите деньги, если вы переводите, как там указано, на зарубежные счета, то есть, где офшорные зоны, ну, вы сами понимаете, на ИНН, если вы переводите деньги на офшорные зоны, А ННН там есть российский УГРН, а деньги за рубежом, ну, это, как говорится, фирма-прокладка, с которой вы будете судиться. Ну, и уставной капитал там 10 тысяч будет на самом деле. Ну, и что дальше-то? Ну, и что вы с этих 10 тысяч? Получите все деньги, признаете они там банкротами, и всё. Там же даже лица я, в принципе, ни одного лица не видел. Так что будьте аккуратны, ребята, с Валон Техноджерс, учтите это. И не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, и до новых встреч!